Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Ачослицом, и так уж получилось, что он единственный, кому выпал квест по новому пистолету WM29. Тут бы идеально мужик вписался в этот сеттинг, но квест появился у Баунти, когда он фармил товар в новой лабе. Всё ради видео о сверхдоходности бесплатной лаборатории. Что за пистолет, насколько он убойный и сравнение с другим образцом. Не переключайтесь. Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на новые тачки и недвижимость? Тогда загляните в группу к Фасмилеру. Это отличная группа с недорогой прокачкой. Гораздо проще заплатить 100 рублей за прокачку в этой группе, чем сутки напролёт безвылазно фармить. Прокачка доступна как для пользователей ПК, так и для пользователей любых современных консолей. PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. В общем, ссылка в описании. Итак, данный квест является отсылкой на фильм «Крепкий орешек» 1988 года, где террористы захватили небоскрёб в Лос-Анджелесе и Брюс Уиллис, он же Джон Маклейн, прореживал их ряды. У нас всё сходится. Лос-Сантос, небоскрёб, Рождество. Только Маклейна не хватает. На карте появляется красная точка. Находится она на крыше элитного небоскрёба Уэзл Плаза. Данное событие появляется в период с 20.00 вечера до 6 утра по игровому времени. Чтобы оно у вас заспаунилось, нужно два условия. Первое, это находиться в сессии больше 20 минут. И второе, быть в области 400 метров от этого здания. Можно просто заехать внутрь этой области и ждать события там. Ждать можно как в открытой сессии, так и в закрытой. Баунти рекомендует закрытую, а то вдруг попадёте на самца, который посчитает этот небоскрёб своей территорией и будет всех от него отгонять. А проверить, смогут ли несколько игроков взять один и тот же пистолет, возможности не представилось. Но если нет, то лучше быть в сессии одному. Данный квест это рандом или же случайное событие. Он может как появиться в первую ночь, так и не появиться вовсе. Лысый, например, ждал две ночи, не дождался. Мужик три ночи тоже не дождался. А Баунти в этом плане рекордсмен. Прождал 10 ночей и только на 11-ю под утро этот квест у него появился. Ну а чё с лицом было проще. Он АФКшил в лаборатории. На этой неделе у него цель 10 миллионов сделать на кислоте. Самый главный вопрос. Что делать, если нет своего летающего транспорта? А чё с лицом это проверил. Подъехал к парадному входу, но войти внутрь, чтобы подняться на крышу не смог. Возможно те, у кого куплено здесь жильё и обладают такими привилегиями. Но если вы как Баунти едете до вертолётной площадки возле причалов. Там всегда спавнится вертолёт. А чё с лицом капец как переживал, поскольку 10 ночей ожидания могли превратиться ещё в 10, если он выйдет из зоны действия ивента. То бишь 400 метров. Но, к счастью, этого не произошло. Когда событие у вас заспавнилось, оно будет активно даже на отдалении более 400 метров. Доехали до площадки, взяли вертолёт и вернулись обратно. Что происходит на крыше? При подлёте срабатывает взрыв. В фильме злодеи взорвали крышу, чтобы убить Маклейна. Далее мы приземляемся, желательно с обратной стороны, и бежим на другую сторону. Здесь три мужика отстреливаются от полицейских вертолётов. Первый это блондин, правая рука главного злодея. С другой стороны стоит какой-то монгол. Это один из этих актёров. Фиг знает какой, они не точно скопированы. И по центру стоит злодей. Небольшое сходство с главным антагонистом, конечно, есть. Посмотри, как там у Генриха. У него в руках новый пистолет WM-29. Сходство с тем оружием, которое он держал в руке в финальной сцене фильма, нет от слова вообще. Так что разработчики просто добавили новый пистолет к рождественскому ивенту на крыше здания. Здание, кстати, то же самое, что и использовалось в Лос-Анджелесе. Два НПС по краям ваншотятся с первого выстрела, а главный злодей имеет гораздо больше ХП. Ему нужно сделать порядка 15 выстрелов в голову, чтобы убить. После каждого выстрела он падает. Можно, в принципе, и лежачего добивать, никто против не будет. Баунти попробовал его битой полупасить, но на биту он никак не реагирует. Сам злодей почти безобидный, стреляет редко, урон наносит маленький. Все для того, чтобы вас случайно не убить. Застрелили его, у него из рук выпал тот самый пистолет, правда уже без глушителя и покрытый снегом. Подобрали его и всё, у вас новое оружие. Потом можно улетать или умирать. После этого квеста пистолет появляется в амунации и чуть позже станет доступен к покупке. У него можно только поставить глушитель и добавить несколько раскрасок. Не новых, все уже были в игре раньше. Судя по характеристикам, он очень похож на керамический пистолет, добавленный с обновлением ограбления казино. Но поскольку у Баунти этот пистолет заблокирован, ему поможет Лысый. И большое спасибо Малине, которая ассистировала в этих экспериментах. На керамический также ставится глушитель и раскраски, но ещё можно установить увеличенный магазин. Перед тестами небольшая поправка. Оба пистолета не имеют возможности стрелять очередями, как тот же бронебойный, например. Поэтому они нужны больше для фана и для души. Если вы хотите мощный пистолет, стреляющий одиночными выстрелами, то берите либо 50-го калибра, либо тяжёлый револьвер. Если его до Mark II прокачать и поставить нужные патроны, вообще будет грозным оружием. А сейчас тесты. Первый проверяем, сколько выстрелов держит персонаж в корпус. WM-29 без глушителя. Девять держит и на десятый погибает. Керамический пистолет. Немного слабее. Десять выстрелов держит персонаж и на одиннадцатый погибает. Теперь WM-29, но с глушителем. Урон и правда стал меньше. Также одиннадцать выстрелов, как у керамики. Теперь керамический с глушителем. Также одиннадцать выстрелов. У него глушительное уменьшение урона не влияет. Далее мы проверяли урон по голове в пулестойком шлеме. Здесь всё было без изменений. И во всех случаях нужно было три выстрела. И если пулестойкого шлема на игроке нет, то погибает он с первого выстрела. Вот различия по звуку стрельбы. Вы просили стрелять в небо, так что пожалуйста. Помимо отличий, можно ещё услышать, что керамический пистолет стреляет быстрее. То есть скорострельность у него выше. И последний тест это кучность. Здесь кучность высокая. На дистанции выше использовать пистолеты нецелесообразно. Добавив новому пистолету глушитель, он заметно теряет в кучности. Керамический пистолет без глушителя на такой же дистанции стреляет менее кучно. А с глушителем наоборот кучнее. В общем, какой вывод. Новый пистолет WM29 наносит немного больше урона без глушителя. Более кучный, но имеет невысокий темп стрельбы. Керамический пистолет слабее по урону. Кучность у него хорошая при установленном глушителе. И он более скорострельный. Напишите, как вам новый пистолет и смогли ли вы вообще его достать. Лично мне больше понравился новый. Из-за звука стрельбы. Глушитель с него сниму. А у меня на этом всё. С вами был Ачёс Лицом. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok